Знаете, сейчас человека уже не вернешь, поэтому нужно сейчас собраться с мыслями, подготовиться, собрать все документы, довести дело до конца. И поверьте, что если все получится, я каждому из вас, кто подписан на мой новый канал, переведу по 100 долларов. Честно, без обмана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, всем привет! Не очень веселое видео сегодня. Мы сейчас находимся в поездке с Хидри, недалеко здесь от Москвы, по делам. И эта новость настигла прямо вот здесь с утра. Пришло письмо, что скончался мой родственник. Вы про него не знали, я так отдаленно где-то слышал, но зовут его господин маршал Покидов. Маршал имеется в виду не звание, а имя, так его зовут. Сейчас я вам зачитаю это письмо. Вот это письмо. Меня зовут Ментария Сети Аван. Я юридический представитель, адвокат и частный менеджер по работе с клиентами моего покойного клиента. В 19-м году мой клиент, боже. Два года уже прошло, я не знал. Не попрощаться, ничего. Хоть бы... Сейчас я, конечно, напишу в ответ, хоть где похоронен, прийти навестить. Как-то не по-человечески. Итак, в 19-м году мой клиент по имени господин маршал Покидов скончался, оставив после себя наследство в размере 4 миллионов 500 тысяч долларов США. Мой покойный клиент и загадочный друг... Ну, это, видимо, перевод. Загадочный... А! Господи, я читаю между строк. Мой покойный клиент и загадочный друг вырос в приюте. У него не было семьи. Бенефициары или ближайшего родственника до суммы наследства, оставшиеся в его банке. Переверну так, чтобы удобнее было. Вот, считайте, держать неудобно. Финансовое право наследование четко разрешает умершему банку использовать умершие деньги по мере необходимости. Если наследственные деньги остаются непосредственными в течение 36 месяцев после смерти владельца счета. Причина, по которой мы с вами связались, в том, что вы носите такую же фамилию, что и умершие. И я могу предоставить вас в качестве бенефициара и ближайших родственников. Дай бог тебе, прям вот, низкий тебе поклон. Это, вот, честно, сейчас прям вот эти деньги мне очень необходимы. Да, я, конечно, скорблю вместе с вами, все это понятно, но... Закон о наследовании явно возлагает бремя доказывания того, что вы являетесь, кто является родственником умершего адвоката. Как умерший адвокат, закон говорит, что у меня есть последнее слово, кто является бенефициаром умершего имущества. Это на 100% закона. Как адвокат я знаю. Если вы заинтересованы предложением... Если вы заинтересованы в этом предложении и готовы сохранить его в абсолютной конфиденциальности, никому, я клянусь, я никому вообще... Я не посмею рассказать эту тайну, потому что, ну, это действительно очень серьезно, и деньги немаленькие, знаете, как бы... И вообще вечерами опасно ходить, темно, страшно с такими деньгами. Мама меня поймет, да, мама, особенно в Сочи. У меня просто тяжело сейчас говорить, сердце аж прям... Если вы заинтересованы в этом предложении и готовы сохранить его абсолютной конфиденциальности и доверие, то свяжитесь со мной сразу по моему личному адресу. Электронной почты, ну, не буду называть почту, то мало ли кто еще из вас захочет связаться. Мало ли, может, кто-нибудь тоже тут покидав, маршал, генерал. Если вы не заинтересованы и не нашли это письмо оскорбительным, вы серьезно? Как я могу это воспринимать оскорбительным? Вы мне предлагаете 4,5 миллиона долларов. Да ну вы чего? Нет, конечно. Спасибо вам с большим уважением. Если вы заинтересованы оскорбительным или считаете, что это игра, пожалуйста, не отвечайте. Ну, какая игра? Ментари, СТА-1. Восхищая народами из Армении. Сетивян, кажется, как будто бы. Ну, я повторюсь, человека уже не вернуть, царство небесное, все. Дай бог ему здоровья. Ой, какого здоровья, господи. Ой, смех и грех. Я просто, знаете, я просто не могу, вот такая новость прям ошарашивала меня. Все-таки не каждый день тебе наследство в 4,5 миллиона долларов. Ну, во-первых, сразу скажу, я со всеми поделюсь, как и обещал и вам. Маму свожу куда надо, папу, семью, брата, всех, всем все, подарки всем все куплю. Сейчас самое главное, собрать все документы, все, подтвердить, что я тоже маршал, вообще-то я прапорщик бывший, но ничего страшного, он уже маршал. Подготовить и отправить. Если вы считаете, в общем, помощь мне нужна от вас тоже, ребят. Напишите мне, как составить грамотное письмо, может какой-то юрист есть, адвокат. Давайте соберемся все. Я все со всеми рассчитаю, все заплачу. Я, человек, не жадный. Поделюсь. Поделюсь с вами, аферисты хреновые. Так, ну, я надеюсь, вы поняли, ребят, что это, конечно же, развод. А, знаете, сейчас я вам скажу, лет, наверное, 15 назад, когда только-только интернет у нас в России шел в гору, его становилось все больше, он становился все доступнее. Я, кстати, никогда не забуду, когда первые интернеты, эти кафе, там, битком народу все сидели, какие-то социальные сети только-только появлялись, какие-то игры играли. Мы часто ходили. Сейчас я даже скажу, какие-то года. Это год, наверное, 2003-2004, вот так вот, да, примерно. И вот в ту пору, потому что люди еще не знали, как пользоваться, и вот такие вот письма, ну, приходили просто чуть ли не каждый день, и всем. А ведь, знаете, ведь многие же велись на это дело, и я кто-то мне даже бы рассказывал. Там начинаешь в переписку с ними вступать, они все у тебя с уважением, с большим, тебе все культурно пишут. Ну, в общем, там развод в чем заключается? Я их называл письма счастья. Вот такое вот письмо счастья мне сегодня пришло. Конечно же, сейчас же многие начнут писать, не ведись, ребят. Ну, это прикол, вот я тут сейчас, это спектакль одного актера в этой милой гостинице. Мы действительно в поездке, на два дня здесь уехали, хиза-хизри, недалеко совсем. От Москвы. Вот. И к чему я это говорил? А, и как они разводили? Ты начинаешь с ними переписываться, все, они там запрашивают его какие-то документы, там еще что-то. Здесь все как дурак это отправляешь, пишешь. Потом потихонечку, так они постепенно начинают, как они, собственно, зарабатывают. Нужно заплатить там за какой-то перевод, нужно заплатить за мои услуги юриста. Потому что адвокат мне, типа, пишет. То есть, там как бы не сильные какие-то громадные суммы, там, да, допустим, ну, 200 долларов, 500 там долларов, еще что-то. Ну, таким образом, знаете, корочка по зернышку, как скажет хизри, а весь двор говне. А что, тоже денежка. В общем, конечно же, никогда не веритесь на эти письма. Но когда так читаешь, а все равно подсознание такое детское какое-то, это, ничего себе, 4,5 миллиона долларов. Да я сейчас как куплю себе Тойоту Хайлендер новую, которая во дворе стоит. Квартиры еще пяток, в Сочи куплю, всем все куплю, всем по 100 долларов, 8 тысяч. Вот смотри, сколько у нас сейчас, 8 тысяч на канале умножить на 100 долларов. Сколько будет? Вот, не жалко. Отправлю всем, ребят, честно. А вообще не жалко. Я считаю, что нужно, если привалилось, небо упало на халяву, нужно делиться. А то отберут, или потом все это куда-то вернется. Вот. Ну, что, в это видео, знаете, спустимся на землю, скажем, 4,5 миллиона долларов в уме уже потратили. Все, а теперь спускаемся на землю, сейчас посмотрите видео, у меня пришла милая посылочка, понимаете. Чем нам вот это вот с неба-то хватать? Лучше вот здесь на земле получать милые подарки от Лялечки из Сербии. Спасибо вам огромное. Это моя подписчица и Наталья, наверное, подписчица Фалькона. Мы давно с ней общаемся. Пропадала она, правда, куда-то. А здесь объявилась и прислала мне очень вкусную, привкуснейшую посылку из Сербии. Я вот не помню, это просто давно уже снималось, неделю-две назад уже. Там баночка, ну, по-моему, я доснял бутылку, я подумал, что это виски или коньяк, это оказался самогон. Сейчас, когда буду монтировать, я пойму это, но на всякий случай я говорю. Вот, там сыры, там нарез, мясная нарезка, все такое вкусненькое. Спасибо вам огромное. Вот, ну, поэтому я, естественно, это заснял, я сейчас сюда провожу. Ну, вот, поэтому посмотрите, слюньками сильно не обтекайте. Вот. Вот, все, что, собственно, я хотел сказать. На днях будет сенсационное видео, возвращение блудного сына, небольшие анонсы. Еще будет видео очень серьезное про Джордан. Максимально нужна от вас поддержка. Вот. Что еще будет? Ну, и обещанное видео про заработки в Ютубе. Тоже все есть. Это вот анонс на ближайшие дни. Все, всех обнял, приподнял, поцеловал. Дай бог всем здоровья. Не ведитесь на эти миллионы долларов. Не нужны, но они, конечно, нам нужны. Но вот такие вот нам не нужны. Разводящие. Все, целую. Всех до скорой встречи. Пока-пока. Доброе утро. Сегодня, говорят, 20 будет 1, а чуть ли не 22 градуса. Что я делаю каждый утро? Конечно же кофе. Конечно же. Свою любимую кофе-машину. Выбрасываю. Сейчас я вам кое-что покажу. Не только, как я кофе делаю. А еще кое-что покажу. Мне пришла посылочка. Передачка такая, скажем. С гостинцами. Из Европы, из Европы, из Сербии. Сейчас покажу. Вот таком вот. Такой вот сумочке, мешочке. Скорее всего, это что-то здесь написано. Что-то резкости-то нету. Перезагрузил телефон, что-то глюкануло. Я уже все разложил. Такая вот бумажечка. Макс, привет. Вкусняшки из Сербии от Ляли. Лялечка. Спасибо огромное, моя Лялечка. Так, смотрите. Это фартук. Я же еще тот шеф-повар. Это у меня уже третий. Он у меня два висят. Клетчатый, джинсовый. С племеном будет еще в полосочку. Национальный, сервский. Спасибо. Вот это я сначала подумал, что какой-то флакон женских духов. Такие, знаете, как в советские времена были. Думаю, нефть, слишком что-то большой флакон. И написано, что алкоголь. Но не написано, что это. Либо я не вижу даже в очках. Если кто знает, либо Лялечка, напиши мне, пожалуйста. Я не знаю, что это такое. Даже специально очки одел. И ничего не видно. Только что алкоголь 43 градуса. Нет, это был. Original. Ну, наверное, коньячок. Я не знаю, что это. Виски. Да нет, виски в таких маленьких. Я не знаю, в общем. Но бутылочка красивая. Просто. Так, ну, прянички, естественно. Куда же без пряничков-то это же. Я без них жить не могу. Ну, и вот действительно деликатесы. Во-первых, ребят. Вкусман такого сыра. Как же я люблю сыр. Боже мой. Что, не понимаю, что написано. Ну, ладно. Я его сейчас запрещу. Не переживайте. И три такие вот нарезочки колбаски. Кабасица. Видимо, по-сербски будет. Говеба лбута кабасица. Ну, вам не понимают. Свинска. Ну, это понятно, что это свинина. Свинска. Такие названия смешные. И вот такая вот еще. Это мясо, наверное, какое-то мяско. В общем, спасибо огромное, Лялечка. Все попробую. Все расскажу потом. Но сырок прямо сейчас попробую. Потому что с кофе люблю сыр. Пить, кушать, в смысле. Ой, какой вкусный завтрак у меня, ребята. Пришел. Ну, на, на, на. Что-что? А то, что у меня сырочек любят. Тош, иди сюда. На. Тош. Я не понял. Что, сердце не зашел? К российскому привык, да? Вырос ты на нем. Почему у меня нет резкости? На. Распробовал все-таки, да? Сердский тоже неплохой. Вот это вот российский там всякие любимые, да? А, еще да. О, все. Ну-ка, я понял. Зашел. Что, еще что? Да ты сейчас у меня все съешь. Все, тоже остановись. Дай мне хоть кофеечком посмаковать. Доброе утро, друзья. Приятного аппетита. Не прощаюсь. Друзья, представляете, списался на финалей. А это, оказывается, самогонка. Это не виски и не коньяк. Это самогонка. В таком флакончике. Знаете, так вот, ну как духи так. Раз. И за ушком. Самогончиком. Я что-то уже и забыл. Я когда-то пробовал самогон, как он на вкус. Попробуем, в общем. Спасибо. Спасибо.